Привет, Кларк, как поживаешь? Да. Вот что интересно, в самом последнем эпизоде мы увидели, Колсон по-настоящему терпит неудачу, в том смысле, что пытаясь добыть больше информации о Скай, как бы старается выяснить все о ее прошлом, и потом решает посвятить ее во все это, в тот же момент, когда ему все это открылось. И я подумал, что же такого есть в Скай, что видит Колсон? Потому что, кажется, начиная даже с пилота, их связывает что-то особенное. В ней есть что-то, с чем он неразрывно связан. Она не может быть еще более необычной, чем он. Она из тех, кто терпеть не может. Бюрократические системы, она хакер, который хочет разоблачить щит. Но в ней просто есть что-то, за что он инстинктивно цепляется и делает ее частью команды. Я не думаю, что Фил Колсон до Мстителей сделал бы такое. Теперь ему приходится работать с чем-то неординарным, с чем-то инстинктивным. И в то время, как сезон идет к концу, его миссии развиваются. Все эти инстинкты оказываются неспроста. Вопреки всем трудностям, она как раз та, кто находит его и спасает. Понимаешь, одна из основных ее проблем оказывается в том, что только там есть те, у кого есть информация о ее происхождении. И главное откровение того эпизода, о котором ты говоришь, в том, что у них есть эта информация, потому что они нашли ее и защищали ее, как только узнали ее секрет. Так что фактически он как бы вернул ее домой. Но есть еще кое-что важное. С самого начала ей, как и Колсону, не рассказывали правду, а ей нужно было узнать правду. И в то же время, когда он скрывает от нее секреты, он сам расстроен, что скрывают секреты от него. И это как раз и есть то подобие лицемерия, которое он видит сам в себе. Он делает то, что ненавидит, когда делают другие. И он решает рассказать ей правду. И пусть карты лягут так, как должны. Будет интересно посмотреть, чем все это обернется в будущем. Да, и вот ты упомянул о том, что Колсон понял, что поступает с ней так же, как и другие поступали в свое время с ним и Скай. И это, как бы сказать, недоверие к власти и Щиту. Учитывая это, мы, кстати, говорили уже об этом ранее, что Колсон отчасти переосмысливает свое собственное отношение к Щиту, начинает понимать его по-другому. Учится ли он в каком-то смысле чему-то у Скай? Она становится все менее и менее критичной в отношении, я бы сказал, необходимости существования таких организаций, как ЩИТ, которые она и пыталась разоблачить. Он в каком-то смысле становится ближе к ее рациональной позиции, а она к его. И, похоже, они достаточно хорошо заботятся друг о друге. Надеюсь, что они встретятся где-то посередине. Также впереди нас ждет много событий, связанных с Ясновидцем, так как твоя команда продолжает охотиться за ним. И мне интересно, похоже, что эта миссия превратилась в нечто очень личное для агента Колсона. И это все просто из-за того, что он пережил в 11 эпизоде в руках Ясновидца, или же на кону для него нечто большее? Я думаю, в определенной степени, Колсон любит, когда все под контролем, в максимальной степени. Это означает, что желание захватить Ясновидца, а также виновных в том, что он смог потерять весь свой контроль, истязавших его в 11 эпизоде, определенно является основной движущей силой. И такие, как Майк Питерсон, которых он видел страдающими от рук Ясновидца, а может быть и других, которых мы увидим в следующих эпизодах, также страдающих от Ясновидца. Определенно они горючие, которое питает Фила Колсона. Он приложит все свои силы, все мыслимые средства, чтобы найти и уничтожить Ясновидца. Марвел, your universe.